Всем привет! Вы еще покупаете семена перца в магазине, платите за 5 штучек в пакетике, из которых всходит только 3? Тогда досмотрите это видео до конца и мы расскажем вам, каким образом собрать самые лучшие семена своими руками со своего урожая. Но перед тем, как переходить к обсуждению сборов семян перца своими руками, необходимо все-таки остановиться на тех преимуществах, которые вы получаете, когда собираете семена со своего урожая. Первое, чем порадуют ваши собранные семена, это всхожестью и энергией прорастания. Как правило, перец сохраняет всхожесть в течение 4 лет. Максимальная всхожесть семян перца это первый и второй год от момента сбора. Крупные производители для того, чтобы перец сохранял всхожесть семян до 7 лет, очень сильно высушивают семена в специальных машинах. И как правило, когда мы покупаем семена, они очень туго всходят, неравномерно всходят. И как правило, далеко не все радуют нас дружной всхожестью. Так вот, если мы грамотно собираем свои семена, то 95-97% это та гарантированная всхожесть и та гарантированная энергия прорастания, которую вы получите от своих собранных семян. Второй и очень важный аспект, который определенно вносит плюс в пользу сбора своих семян, это удешевление семенного материала или экономия денежных средств. Конечно, то, насколько вы оцените свой ручной труд, будет определять и то, какую ценность своим семенам вы дадите. Это если с точки зрения рыночной экономики. Ну а если по-простому, собранные семена своими руками, они всегда бесплатные. Ну и третье преимущество, которое вы получите от сбора своих семян, это то, что если вдруг случится какая-нибудь путаница, то винить придется только себя. А скажите, как часто мы признаем свои ошибки и ругаем самого лучшего человека, то есть себя? Таким образом, от процесса сбора семян, от процесса выделения семян, от процесса получения дружных всходов и урожаев, вы будете получать максимально позитивный эффект. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к заготовке семян перца со своего огорода. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что семена мы собираем с сортов, а не с гибридов, которые обозначаются F1. Как правило, сортовые семена полностью сохраняют все признаки, которые заявлены были первостепенно производителем семян, которые характерны для данного сорта. Если мы будем грамотно вести отбор семян, отбор семенного материала, то мы еще и можем улучшить сортовые особенности того или иного перца. Если же мы будем собирать семена с гибридного материала, то, как правило, собранные семена и высаженные на второй год, а это уже F2, значительно уступают своему предыдущему поколению F1 по урожайности. В среднем это 20%. Если же мы еще дальше будем продолжать собирать семена уже с гибридов второго поколения, пересевать их, получать гибриды третьего поколения, то там уже будет полное несоответствие тому, что было в самый первый момент от того, как вы познакомились с этим гибридом. В этом году я лично провела такой эксперимент по диагностике, насколько сокращается урожайность гибридного материала. В прошлом году на канале было видео, в котором я рекомендовала всем к выращиванию перес гибридного происхождения голландской селекции, который носит красивое название хаски. Этот перес в моей теплице был одним из самых первых, одним из самых урожайных, и за один сезон с куста я собрала 13 плодов. В этом году у меня хаски уже представлен гибридом второго поколения. И что вы думаете, завязалось только 4 перчинки. Самая первая перчинка, конечно же, вызрела, более-менее достигла она тех гибридных характеристик, которые были заявлены производителем, ну а оставшиеся 3, к сожалению, оставляют желать лучшего. Поэтому не ведитесь ни на какие уловки, не собирайте семена гибридного происхождения, чтобы не разочаровываться в урожайности перца. Второе, на что следует обратить внимание, когда мы собираем семена со своего урожая, это то, что необходимо оставлять первые полноценно завязавшиеся плоды на кустах до полной биологической спелости. И только затем собирать из них семена. Самая лучшая биологическая спелость, это когда наши перчинки даже уже станут немного морщиться от того, что они перезревают. И это будет верный признак того, что именно в таких перчинках находятся полноценные, самые лучшие, самые качественные семена. Если же мы по каким-то причинам собираем перец, который не полностью достиг биологической спелости, а где-то на процентов 80, как в моем случае, то тогда оставляем этот перец на дозаривании в сухом теплом помещении и будем знать, что все питательные элементы, которые находятся в этом плоде, перейдут постепенно к семенам. Поэтому беспокоиться тоже нет смысла. Третье, на что мы будем обращать внимание, когда будем собирать семена перцев, это то, что мы будем их собирать самых типичных, самых ровных, самых ярких плодов, которые у вас находятся на кусте. Иными словами, глядя на какой-то определенный плод, вы должны понимать, что именно такой плод вы хотите увидеть в будущий вегетационный период. И поэтому именно такой плод подойдет для сбора семян. Если же у вас сладкие перцы растут рядышком с горькими перцами, то, к сожалению, собирать семена с таких перцев не очень целесообразно, потому что перцы, они, как правило, перепыляются. И в следующем году вас будет ждать сюрприз, а именно изменение вкуса, аромата тех сладких перцев, которые вы соберете в качестве семенного материала. И это был четвертый пункт, который касается сбора семян перцев. Пятое, на что нам следует обратить внимание, это то, что семена мы будем собирать с отделившейся плодоножки. Именно те семена, которые к ней крепятся. Те семена, которые останутся внутри плода, пускай остаются внутри плода. Как правило, они будут менее кондиционны и будут давать худший результат. А те семена, которые находятся на плодоножке, они будут самыми лучшими, полноценными. И, соответственно, мы из них получим лучший результат. После того, как мы отделили плодоножку семенами от плода, необходимо семена поместить в воду. Для того, чтобы полноценные семена опустились на дно, а более легкие, низкокондиционные семена остались сверху. И таким образом, сливая воду с этими семенами, мы полностью исключаем плохую схожесть нашего будущего урожая. И значительно увеличим схожесть нашего будущего урожая. Седьмой пункт, это просушка семян. Обязательно будем сушить наши семена до состояния рассыпчатости. При необходимости можем наши семена сушить на солнце или в любом сухом проветриваемом помещении. Но предусмотреть полное отсутствие какой-либо влаги на их поверхности, чтобы в дальнейшем предупредить развитие любых поверхностных болезней. Восьмой завершающий пункт касается именно хранения наших семян. После того, как мы промыли, просушили наши семена, то обязательно направляем их на хранение в какой-нибудь дышащий материал. Можно самостоятельно изготовить любые бумажные пакетики, подписать их и поместить туда наши семена на хранение. Также, когда мы отправляем наши семена на замачивание, когда мы отделяем тяжелое от легких, воду можно добавлять биологические препараты на основе триходермы или стенной палочки, для того, чтобы значительно снизить ту поверхностную инфекцию, которая, возможно, находится на вашем семенном материале. Как вы убедились из этого видео, сбор своих семен перца это достаточно доступный, простой и очень интересный прием. Поэтому оставайтесь на канале Процветок. Спасибо за подписки и лайки. Хороших вам урожая в перце и до новых встреч!